Читание Чаритамати Кришна лила амрита сар сата сата сатадхар Слышал этот шлот? Кришна лила амрита сар Кришна его лила амрита сар Сар это океан Океан амриты Нектара бессмертия Сата сата сатадхар Тысячи, тысячи, тысячи потоков исходят из Кришны Все аватары исходят из Кришны Но Кришна является Шри Гауранга лила бай Когда идет речь о Гауранге То если Кришна лила от океана нектара То есть всегда такой пенки Пенки Почему? Потому что самая изюминка Что такое Гауранга? Нужно понять кто такой Гауранга Это Радха и Кришна в одном теле Это Кришна который хочет пережить Ума настроение расхарания И поэтому в жанре драматургии Самый сложный жанр это лавстори Ты увидишь что очень редко удается Сделать хорошее кино лавстори Вот хороший боевик снимать очень легко Почему все снимают там Почему? Потому что там экшен Главное Кто-то за кем-то бегает, что-то у кого-то отнимает Это держит зрителя А как А вот знаешь что ты например Какое-нибудь красивое кино любви Я просто о чем Что хочу сказать Чтобы вы понимали В той или иной степени В Кришна Лиле и в Рам Лиле И в других лилах есть лавстори История любви В Рамачандре Рам Лила начинается Ну вот представь Такие кадры Махаражда Шарат двигается отец Рамы Через лес В какой-то момент он охотится на тигра Тигр подранен И затаился Ничего нет страшнее, чем раненый тигр Который может спрятаться на дереве И прыгнуть в тебя сверху Махаражда Шарат Он сражается в десяти сторонах света Он стреляет не на цель Он целится не на цель, а на шум Он подходит к водопаду Крадется по кровавым следам тигра И вдруг слышит Он выстрелил Заходит и смотрит Лежит молодой парень Пает за длинной стрелой Брахман Йог А ты убил меня А у меня слепые родители Они послали меня за водой Прости, я убил тебя Я не хотел Я знаю, но Ты получишь за это Так же, как ты Пронзил мое сердце Так же твое сердце Внезапно будет Пронзено Он в шоке В полном Берет этого Огромавленного Человек, который только что умер В огоне На его руках Несет к родителям Скучится в дверь Они говорят Сынок А я слепые Ты пришел Ты принес вам воды Почему так долго? Другой они слышат голос Это не ваш сын Это ваш царь О, царь О, великое счастье Заходи Садись Что ты принес нам? Я принес вам труп вашего сына А-а-а-а А-а-а Труп его сына Что Что произошло? Я его убил А-а-а Дай нам потрогать его Понятно? Сынок Только что ты пошел за водой А теперь Ты уже труп такова история этого мира можешь ты сделать последнее доброе дело для нас лишенный сына сделай нам погребальный костер чтобы мы вместе с ним могли войти сюда сайл слезах просто делать погребали костер думать я сам должен его броситься ты великий царь ты честный человек никто бы из смертных такого не сделал другие вы убежали третье и поэтому за то что ты делаешь из погребальный костер для нас мы даем тебе великие благословения сам господь родиться в твоем доме в один день когда ты будешь больше всего этого не хотеть так же как мы сейчас потеряли своего сына ты потеряешь своего ты выглядишь его завязка ромаина слышь какая крутая завязка начала фильма вообще топовый в один день господь родится в твоем доме вот так же как сейчас мы теряем что-то в мире ты также потеряешь его понятно очень драматично очень круто любовь рама и ситы по будем по драматурге еще круче все понятно есть сита есть рама она его там любит драматическое обстоятельство отец выгоняет его из царства отец умирает от разлуки вспоминает это проклятие все идет флешбеками на самом деле очень историю все флешбеками развивается он рассказывается в эту историю он рассказывает своей жене она будет за что боги нас так за что он не говорит я не рассказывал историю за что начнут тебе расскажу что это было давно когда я охотился за тиграми начинаете рассказывать и высказывать теперь я знаю за что потом историю как бахараж дешат умирает от разлуки они даже не могут его кремировать они пускают его тело в масло потому что и лакшмана ни рама нету даже барата нету что не уезжают повидаться своими родственниками до приезжают отец умер все говорят рам ты должен встать на пост царя то что твой отец умер его воля закончилась теперь ты царь ты следующий наследник вам будет нет отец умер на воле его не может закончить когда исполнение отца исполнение гуру человек должен следовать до конца поэтому туническая культура будет поскольку он был меня дороже всего я хочу принять его волю он сказал что должен быть выгнан на 14 лет в лес причем как рама должен был быть выгнан 14 лет лес в один день он его коронует царем и завтра должна быть его коронация он должен совершить все обряды для коронации все его корона ждет на следующий день объявляют должен оставить корону все свои титулы все свои регалии и быть изгнан в лес на 14 лет рамачана снимает все свои драгоценные украшения одевает одежду одежду аскеза аскета берет лук стрелы и хочет уходить ему говорят стой лакшма выходит в одежде аскет он будет я тоже оставляю царство они идут звук они учат стой сито выходит говорит я тоже оставляю одежду сито в белом платье ты что будешь жить в лесу на шкурах питаться кореньями цветами плодами на гольда я тоже они идут процессии и брат которого возвели на трон баррад в эти не могу принять этот трон ему рам говорит должен что твой долг потому что это долг нашего отца я живу 14 лет в лесах я очищу леса от демонов и спасу мудрецов это мой долг твой долг править государством и он дает свои сандалии падуки пората и уходит даже без падок даже без сандалии здесь все на этом месте больше меня не провожайте закончилось а все люди плачут все хотят уйти в лес вместе с ним ну конечно люди великая личность великий царь уходит лес крутая драматургия но горы лила еще круче то есть это все по за всем сейчас рассказал это очень круто потрясающая история best taken горы лилы еще круче он рождается в новодвипе он делает невероятные деяния и также как рама какой-то момент он оставляет он принимает саньясу он оставляет матча че которая матча че она фактически сходит с ума от слез и он говорит ей всегда запомни мать каждый раз когда ты не будешь предлагать еду я буду там и матча че предлагает гуранги еду какому гуранги домешивали гуранги когда лично при его вторая супруга первого что при которой умерла укушенная разлукой влили разлука принимает форму змеи и змея кусает в рождав как в театре также влили каждое чувство это может быть определенное животное персонаж вот и лишь внутри я когда она гурангов четыре часа просыпается два часа утра он просыпается рядом в постели лежит жена лишь внутри погенела богиня процветания он встает пришло время исполнить мою волю и сделал несколько вещей первое я заставлю весь мир пейсон киртона второе я смогу пережить разлуку ратхарани вот первая часть гору лилы очень драматично когда махабрабу оставляет ну друзей и он есть коту принимать саньяс в кафе был человек который был кеша баратья это саньяси который живет в кафе на берегу ганге приходит гурангу махабрабу говорит я пришел к тебе на даршан кеша барате говорит ты тот самый гуранга он смотрит на красивейшую лицо красивейший гуранг красивейшую лицо невероятно не может быть что ты хочешь от меня гуранговать я хочу принять саньяс нет нет у тебя жена дети ты не у тебя жена у тебя мать тебя любит я не могу дать тебе заняться он говорит разве ты сам не принял заняться ну это я но но ты должен просить разрешение матери гуранга стоит хорошо я пойду и спрошу потом кеша барти думать сейчас придет к матери к своей будет просить разрешение нет нет стоит стоит я понял должен дать тебе заняться махапрабу когда обреют приходит чандры шакра чарин тянута пробу а люди собираются вокруг ашама кеша барате они слышат что читание пришел принять саньясова состоится церемония они решают что они должны разломать ашам разбить скидать камнями и может быть как гуранга может принять саньясова это же столько красивая прекрасная личность как она может жить они начинают кричать шуметь и в это время махапрабу бреют голову забривают длинные красивые волосы шанка собрадает и шик нету забывается все волосы и махапрабу обрывают часть головы и он с половиной бритой головы сажда вот только одна часть саньяси а другая часть гуранга то есть он поворачивается этой частью который гуранга люди видят гуранга начинают петь и танцевать все в шоке все кричат хотят разломать ашу поворачивается они видят его бритую голову и только не видит как тысячи солнца из него свет идет они вообще понимают что он просто невероятно трансцендентная личность и человек который брил его он не смог больше брить него складочников быть не смогу всю жизнь сделал сладости а один из отец одного из преданных он когда видел как все это происходило он сошел с ума и он повторял одно только слово чайтанья чайтанья когда барат сказал какое твое имя будет баратин сказал своим будет кришна читания ты кришна но ты чайтанья который пришел до всему миру сознание то он будет кришна читания и когда один из преданных услышал кришна читание его вшторила самадхи это только в его сердце крутилось он сидел так как кришна читания кришна читания кришна читания когда но все спрашивают там он пару сошел с ума почему когда они видят что маха пропинал саньяса ушел из наводвипа его преданное что кришна читания кришна читания не обращение внимания он сиделся конечно это не пришли читаю все у него только один флешбек один момент своей жизни вся его медитация и маха пробу выходит но это одна часть это внешняя часть как он спасает всех живых существ поют маха мантура вторая часть его драматургии настолько нереально он находится в гамбире и каждый день и последние 12 его жизни невыносимы он рыдает то что он переживает чувствует расхране женская истерика любви которую она потеряла поэтому просто он рыдает он бьется головой об стены скрижется иногда исчезает иногда он падает в океан он 2 его накрывает чувство братхарани последние 12 лет он уже не функционали все он уже спас весь мир уже хари кришна уже рука санатана да с вами уже все пошло процесс санкиртана а его колбасит просто постоянно и что происходит в этот момент гадатхар пандит когда его время от времени уколбашивают днем более-менее в адеквате садится вокруг него сидят несколько человек роман андрай гадатхар пандит сваруб дамадар и это все наблюдают только харидас автокурсы страны и гадатхар пандит начинает читать шлоки откуда начинает читать шлоки из бхагаватам какие шлоки из бхагаватам прамаргиту слова радхарани о любви кришне начинают читать селективные потому что бхагаватам это же супер трансцендентная книга и скрыто такие вообще не реалии бхагаватам это непонятно и он начинает читать определенные глубокие переживания что сказал удова гопи что сказала радхарани когда она же ну как бы и он же кришна но в его сердце радхарани поэтому он чувствует все слезами радхарани ты знаете как пиви маша и медведя картина глазами медведя и глазами маши и вот поэтому гору лила это любовь кришне только глазами радхарани как бы радхарани все это почувствовал как она любит кришну что сносит ее ну то есть это нереально и поэтому писание сказано что что